Женщина, а почему от вас запах алкоголя? Что это делает? А тебе кто позволил? Здесь вообще в нас нет. А ты не снимай. Тихо, тихо, тихо. Ты что, говоришь? А ты убери это. Еще раз говорю, уголовка за отряд лава. А я вас не спрашиваю, без шанса. А ты мне докажешь проплаченные гоняки. Проплаченные бомжи. И он вынужден с вами вот эту акцию за меня. Прям сказал гоняшник, что проплаченные бомжи? А мне на штурговали, я не стояла на тротуаре. Я на тротуаре не стояла. Вы человек азиат, да? Вы помогаете таким образом деньги. Взяточники. Не надо меня давить. Ай-яй-яй-яй. Вы зачем меня давить? Это ДТП уже. У нас ДТП суда, для наезд одна еще ходит. Хватит давить людей. Больно. Полицейский. Вы видите, она видит меня и давит. Это хулиганка. Все, вытаскивайте ее из-за руля. Вы что, ждете, пока она меня задавит, что ли, или чего? Ой. А сейчас кажется ДТП будет. Дайте бой через туалет, я последний. Да, ну, в барбину съезд. Че, че, поехали? Я тут в туалет стою. Ян Николаевич, а что происходит? Мы пытаемся предотвратить смерть данной гражданки. Она не пристегнулась. Мы боимся и беспокоимся за ее жизнь. Еще она курит. Но она, похоже, не пытается предотвратить нашу смерть, так как ездит на тротуаре. Вам не кажется, несправедливо это? Может, стоит дать ей, так сказать, люлей? Нет. Дать ей то, чего она хочет? Да нет, ты че, мы ее благоразумно, мы любим животных. Так, бусырить не надо, у вас есть пепельница. Машину себе, вы пепел кидаете. Машину себе пепел кидаете. Я сейчас бычков соберу машину, накидаю. Сучка. Сзади есть выезд, выезжайте. Сзади ходки, до свидания. Ребят, скатерть есть. Мы хотели бы отобедать на этом прекрасном столе. Бычок, да. Фас. Зачем вы ссорите? Я люблю это здорово, а вы ссоритесь. И вы поэтому не думаете. Вы считаете, что надо засорить всю жизнь? Ну, у нас ждет совсем. А как думаете, девушке понравится, если я плюну ей на капот? Супер. Да, я сейчас поехала. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я заметила, вот эти мальчики всегда тебе место в воздухе, а вы будете сидеть и делать только гадости. А вы ездите в метро? Я ехала в метро. Да? Вас в это поезд, как я понимаю? Да. Учись в азиатах. Учись. Попрятные. Не хам. Не, не вот это. Я, 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 я ехала в метро. Слушайте, возможно, стоит действительно вас послушать и взять с него пример. Я буду с него пример. В лучшем, в лучшем прям вот будем брать пример. Почему бы не взять с пример? Вот если бы вы тут сейчас ходили и сеяли знаниями, да, допустим, там, учили чему-то людей или там, не знаю, раздавали бы еду бедным, бездомным, стоило бы у вас поучиться, наверное, да. А сейчас, к сожалению, у вас поучиться особо нечему. А что вы там в бизнес-эфр включили? Наказать нерадивую москвичку. Наказать. Тут уже и клевета в отношении сотрудника полиции, и оскорбление. Непоминовение физической силы в отношении сотрудника полиции, зафиксированное. Это у нас 318-й уголовного кодекса. И непоминовение сотрудника коалиции, часть 1-я, статья 19.3, кодекса административных правонарушений. Вы сплошной негативный гражданин, человек, точнее, по конституции вы у нас человек. Вот. Человек, населяющий наш город. Вон на вас даже бебел полетел. Ведем беседу, деликатную, как интеллигентные люди. И вот эта данная интеллигентная гражданка бросила бы счет на ваших глазах. Все, готов это видео приобщить, если она будет каким-то образом отрицать совершение административного правонарушения. Вот почему люди с Азии, они воспитаны, а почему вы такие наглые хамы? И вы хулиганите, вы замагаете таким образом деньги, взяточники. Вы же деньги на этом зарабатываете. Напишите, пожалуйста, заявление, полиция здесь. Вот, я говорю, мальчик стоит, да просто пример с него надо брать. Что же вы такие наглые? Вы считаете хорошими людьми тех, которые не делают вам замечания, да? И вам не стыдно. Давайте тогда проверим, в отношении кого сейчас будет составлен протокол. В отношении вас или в отношении меня. Они там булыжники поставили, чтобы я не выехала. Послушайте, а вот если мы такие плохие, а почему же получается вас-то, почему вас-то оформили, да? Почему вас наказали? Может, полицейские неправильно поступили? И стоит вас как-то обществу защитить? Почему? Ну, не, не, все. Вот так и надо делать. Ян почти сделал из обезьяны человека, да? Фигурально, выражаюсь. Ну, все совпадения случайные, да. Я требую составления административного материала. Я зафиксировал, есть выноши просвидетели. Заставьте протоколы в рамках административного производства, гражданка даст объяснение. А до составления административного протокола вы не можете брать никаких объяснений. Так как административное производство не возбуждено. Хорошо, я не буду с вами спорить. Действуйте, как считаете, нужно. Потом обжалуем ваши действия. Я вам предложил поступить по закону. У вас есть достаточно данных для составления протокола в порядке части 2 статьи 28.2 Кодекса административного правонарушения. Это показания свидетелей, предоставление вам видеозаписи, которые вы просмотрели сейчас здесь на месте. И у вас лицо, в отношении которого поступила жалоба, ой, заявление, находится при вас. А? Давайте я напишу. И вам, в принципе, вы можете составлять административные протоколы на основании устных заявлений. Юрий, как вы считаете, не достойна ли снисхождение данной гражданки? Или ее поведение не досуга? Нет, данная гражданка совершенно мне не жаль. Она обязательно должна быть привлечена к административной ответственности. Потому как считает вокруг себя всех негодяями, а хорошими людьми. Она считает тех, которые не делают ей замечаний, когда она относится к обществу, просто похабная. Вот. Я думаю, что она заслуживает наказания по всем эпизодам, которые она совершила. Это как и нарушение правил дорожного движения, так и то, что она мусорит на улицах города Москвы. Я считаю, что гражданка не москвичка, она не любит свой город. В общем, поэтому... Мы привлекаем ее к административной ответственности. А как вы считаете, усматриваются вы ее некоторых действиях, признаки преступления? Да, эта гражданка еще и применяла физическую силу к сотрудникам полиции. К нам нападала на нас. Ну вот. Била по... Средством видеофиксации, когда ее фиксировали все ее правонарушения. Поэтому у нее целый букет нарушений. Ну, наверное, она очень эмоциональная женщина. То есть на этом, может быть, и можно было сделать скидку. Но, к сожалению, некоторые ее действия квалифицируются по уголовным кодексам Российской Федерации. Очень за. Спасибо. Андрей Викторович, а вы как считаете? Про что? Заслуживает ли снисхождение данная гражданка? Может, как женщине ей стоит сделать скидку? Нет. Таким людям нельзя давать скидку. Надо до конца проучить. А как вы считаете, имеются ли в ее действиях признаки какого-либо преступления или нескольких преступлений? Да. По нескольким статьям, причем уголовным. Будете ли вы добиваться наказания именно максимально жесткого? Я хочу, чтобы ее эвакуировали. И она побегала по штрафстоянам. Надеюсь, после этого она поменяет свое мировоззрение. И не будет парковаться на тротуарах. Сбивать спецкоров различных изданий. Называть их ужасными придорками. Я смягчил сейчас. И не лицеприятно высказываться про мое чудесное город. Николай, вы у нас представитель движения СтопХам, как я понимаю, правильно? Так вот, Николай, как вы относитесь к такому поведению данной гражданки? И часто ли с такими приходится иметь дело? Это лайт вариант. То есть есть еще хуже, да, экземпляр? Могу. Большинство из тех, кто парходит на тротуаре. То есть вы считаете, что такое поведение водителя, как именно постановка на тротуар, уже говорит о нем как о неадекватном? Ну, не всегда, к сожалению. Некоторые люди просто глупые. Не понимают, как отличить тротуар от проезжей части. И чем вообще должна обозначаться партовка? И по каким правилам люди ездят вообще? Честно говоря, не очень понятно, как они получали водительские права. Или очень даже понятно. В общем, то, что люди заезжают на тротуар и пытаются на нем припарковаться, уже говорит намного. Как вы считаете, данная проблема является системной для города Москвы? Я думаю, да. Здесь в первую очередь проблема в том, что власти лишают людей парковок, не дают им возможности парковаться около домов, где они проживают. И, конечно, проблема и в центре существует, потому что там необоснованно расширили тротуары, при этом лишили людей нормальных парковок. Но, например, у полотсума, конечно, есть парковка, но она не способна решить проблему всего центра. Поэтому то, что там сейчас происходит, это, конечно, проблема и водителей, которые там не могут найти нормального места или добраться туда пешком, либо на общественном транспорте. Но в том числе это проблема, конечно же, из-за властей. Какие вы видите варианты решения данной ситуации? Менять не надо. Это первый вариант. Нет, это шаги к действию. А вот именно как у кого-нибудь есть сейчас на данный момент какая-то политическая программа именно улучшения данной ситуации конкретно? На вашем канале можно рекомендовать и говорить о политической и политической теме? Конечно, да. Мы открытая пресса. Отлично. Тогда я думаю, господин Яшин – это хороший кандидат, потому что конкретно он имеет решать проблемы, поставленные перед ним. И он занимается не только сферой ЖКХ, как многие могли подумать, но и в принципе занимается многими проблемами. В том числе это касается и проблем правосудия, хоть она и не относится к компетенции мэра, но он способен привлечь внимание. Сейчас у него, как у представителей муниципальных депутатов, очень мало полномочий, однако он уже и сейчас старается привлекать к этому проблеме. Внимание. С такой проблемой, как парковки, для такого мэра, как Яша, разобраться не составит труда. Спасибо, Николай. Ваше авторитетное мнение, надеюсь, будет услышано нынешними и будущими московскими властями и, главное, народом. Я думаю, все пофиг. Это даже не выжигал. На мое-то мне и тем более. Ян Николаевич, теперь вас проинтервьюирую. Как вы оцениваете поведение гражданки, которая сбежала? Стоит ли иметь к ней какое-то снисхождение, может быть? Нет, снисхождение стоит иметь к тому гражданину, который раскается содеянным. Она же не понимает, что она совершает. Она считает, что ей все должны, все остальные, все мои граждане, ей должны. А она будет делать все, что захочет. Этого не должно быть. Это не член общества. Даже человеку сложно назвать, потому что человек это член общества. А она совершает то, что ей нравится. Причем мусорит. Любая она наша права. Ее право заканчивается там, где наше право. I'll be back. А нам, мне кажется, сейчас сделаем попытку уехать сюда. Нам, мне кажется, сюда. Не надо меня давить. Не надо меня давить. Что вы там, Ян Николаевич, говорили? Плевала она на людей. Ну, давить пытается. Обачки. А что здесь по кратчайшему пути спасут? А как вы считаете, у данной гражданки была возможность съехать по кратчайшему пути? Конечно, сколько угодно. Она здесь стояла уже очень много времени. И у нее место. Ой-ой-ой-ой-ой. Не съехать по кратчайшему пути. Вы зачем ее давите? Это ДТП уже. У нас ДТП сюда дали наезд на пешеходы. Полицейский. Это уже, если она умышленно это сделает, 213-я. Все. Это уголовка. Не нужно? Не нужно? Открой, открой. Открой, открой. Вообще. Что за кино интересное вообще? Сколько людей на нее смотрит, она продолжает. Женщина, вам тоже не нравится, что она людей давит, да? У нас странные туристы, наверное, смотрят. У нас странные туристы, наверное, смотрят. А вот уже международный скандал, да? Никто не скроется, зачем? Ну, вот именно, никто не скроется. Иди, сними номер машины, полиции, которая все это фиксирует. Все зафиксирует. Либо отойди. Она уедет. Это машина. Она уже не уедет. Травмы есть? А? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не могу определить. Первая скорая, которая к вам приедет, скажет, что вы откажетесь от госпитализации. Это первое, что вам скажут. Может быть, я не буду отказываться. Не знаю. Давай. Друг, что ты хочешь вообще? Я? Да. Я хочу, чтобы она перестала себя вести, как хамка. Все. Больше ничего не хочу. По крайней мере, здесь. Вот здесь она уедет. Потом, может, она задумывается, что-то передумает. Слушай. Всякое бывает. Человек задумался. Человек передумал. Она вот задумалась. Я был готов 15 минут назад, чтобы ее оформить. А ты пробовал хотя бы раз нормально говорить с человеком. Нормально. На нормальном языке. Без подстав. Без подстав. Без подстав. И каких-то подковы. Ты пробовал? Тебе надо было видеть, что вот было 15 минут назад, час назад. Она могла бы давно уехать. У нее была туча возможности просто. А теперь она получает то, что захотела. Не на каждом петаке вы можете встать. Не на каждом петаке вы можете встать и сказать. Слышь, ты сюда не едешь. Встать под колеса и упасть. Это не цель. Это не цель. Да. Это не цель. Это цель. Цель в том, чтобы люди задумались. Понимаешь? Чтобы ты, она, вот они все люди, которые это видят, задумались. Конечно. Потому что нужны парковки. Потому что надо требовать парковки. А не поджаваться по тротуару и не сбивать людей. Понимаешь? А как насчет НДС на 20%? Ну, мы голосовали же за Путина. Что хотели-то? Нет, что хотели-то? А НДС-то поднял Медведев? А за Медведев же тоже голосовали? Ну, кто же красавица у нас-то? Ну, кто же красавица у нас? Так почему ты вот тут стоишь как у Кремля с вилами? Господи. Давайте вилами, я встану здесь. Давайте, ребята, сейчас отпустим ее. Пускай она едет. Пускай едет. Давай-давай-давай-давай-давай. Что вы делаете? Отпусти! Отпусти! Уйди! Отпусти уйди! Да у меня же колеса на меня в банк вывернуло. У меня здесь съемка! Я тебе даю это! Я не даю вам посещ político! Давай-давай, в днем- В челку! Давай-дем! Пойдем, пой tracked камеру. конечно зачем ты его трогаешь? Володь, парня хотим, чтобы ее привлекли в смысле? ей было понятно, что везде есть в артуаре у тебя дети гуляют у тебя дети гуляют они могут здесь гулять? конечно за них не боишься, а где боишься? а кого надо шлепать? скажи у тех, которые дают скажи, мы сейчас пойдем послепаем поехали, покажу поехали, покажу она сама к нам подъехала она нас оформляла, взывала куда она ведет тут в общем уже дискуссии пошли такие, кто виноват, что делать с прохожими там со всеми туристы тут стоят куча дороги все и все и все и Полицейские, у меня один вопрос, почему она еще за рулем? Почему она еще за рулем? Я в опасности, но мне кажется, что она может продолжить движение в любой момент. Я не знаю, что у женщины в голове. Ей по-хорошему говорили, как угодно ей говорили. Я подумал. А что она не может делать? Она могла. Она могла уехать кучу раз. Ей по приколу это делать, понимаешь? Это тротуар, здесь люди ходят, дети ходят. Она не хотела сдавать назад. Она ДТП совершила, она человека сбила. Вы видите? А ее уже оформляли. Ей сказали уезжай, она не хотела. Ай! Вольно! Полицейский, вы видите, она видит меня и давит. Это хулиганка. Все, вытаскивайте ее из-за руля. Вы что ждете, пока она меня задавит, что ли, или чего? Вы что ждете-то? Какой ГИБДД? Тут сок надо вызывать уже. На хрен ездит. А у тебя есть тачка? У тебя тачка есть? Какое имеет значение? У тебя есть тачка? Ты что хочешь? Ты хочешь сказать, что у меня такие же... Да, мне негде парковаться, но я так не паркуюсь и так себя не веду. Да, пацаны, вы поймете, проблема вся в парковке во всей машине. Да, да, поэтому нужно давить людей на тротуаре, правильно? Вот смотри, уезжает сзади точно такой же автомобиль, смотри. Ловите, ловите. Да он нормально уезжает, он никого не сбивает, понимаешь? Ты будешь заявление писать? Я уже сказал, сделал устное заявление. Где инспекторы и инспекторы ДПС, где? Спросите у представителей власти. Тогда позвоните, ГИБДД, он сейчас приедет, но он будет позвонить в страну. Серега, давай не будьте, ладно, хорошо? Давай, Серега, не будьте. Не будьте не будьте, хорошо? Потому что тебе состояние алкогольного обвинения приносит мне моральное, нравственное страдание. Я сейчас попрошу... А вы не нюхайте, пожалуйста, я нахожусь на свежем воздухе. Подъедними. Понимаете, да? Подойдите в сторону и нюхайте меня. От меня заявление в отношении этого государства. Заявление вы примите, знаете где? Я являюсь в страдавшем. В страдавшем. Да, приметайте заявление. Да, конечно. Конечно, лично. Сейчас я отношусь в Мишу. Юр, дай, пожалуйста, попить. Какие страдания? Моральное... Я не сказал, включить камеру. Данный гражданин причиняет мне морально-нравственные страдания своим поведением и алкогольным обвинениям. Сейчас буду писать у него заявление для освидетельствования на состояние алкогольного отмечения. Удачи! Удачи, группа! Сейчас ты отсюда приедешь, больно-то задолбал уже. Понимаете? Смелый. Однажды он смелый, однажды он мужчина. Вопрос. Да, Юр, 50 нормальный. Ну, что они так-то сделают? Все, давай, закончим. Что за вещь? Берите его. Спасибо. Юр! Да? Не, не могу. Это две машины полиции. А я все еще в опасности, что там получается. Что-то я в опасности. Ну, ты видишь наклейку? А что, наклейки? Мы не стоп-хам. А, мы не стоп-хам. Почему? Ну, почти. Ну, так исторически сложилось, что мы не стоп-хам. Почему ты и не стоп-хам? А кто? Люди неравнодушные, понимаешь? А, ты же фото? Да. Не, не, не. А ты ходил коллеги снимать? Сюда нельзя. Не, а ты еще что-то? Ну, не болтал. Не могли бы отъехать. Это тротуарчик. Вот так она могла бы поступить. Но не поступила. Итак, друзья мои. Вот только что отъехал адекватный водитель, хоть отступившийся. Так же могла поступить бы эта гражданка. Но не поступила. Столько статей на ручку, столько хамства, столько наглости. У меня слов просто нет. И зачем это все надо? Непонятно. Женщина, зачем вы меня сбили? Скажите, пожалуйста. Зачем? Сейчас я сотруднику обращусь, чтобы ты опять хулиганишься. Почему опять? Я сейчас просто опять стою в капитулу. Смотрите, уважаемый сотрудник, опять хулиганит. Вы оградите меня отъехать. Ну, зачем вы привлекательное внимание? Ну, давайте вот сейчас данную гражданку дожидаем сотрудника ДПС. Давайте дожьем сотрудника ДПС. Не будем вступать в диалоги, в Каню, вовсе остальное. Давайте. Давайте. Только я хочу узнать вашу фамилию. Вы ко мне обратились. Савелькин моя фамилия. Начальник отделения мущества. Товарищи ДЗМ. У меня, собственно, к этой гражданке было... Я не давала разрешение на фотографирование. Объясните им. Они снимают не вас, они снимают... Нет, они четко направлены на меня, посмотрите. Поэтому я говорю, давайте ругаться не будем. Нет, вы им объясните. Вы им объясните, чтобы они от меня отошли. Вы напишите заявление. Они не должны ко мне подходить. Объясните им. Сейчас они сейчас от вас отойду. Скажите им, чтобы они от меня отошли. Вы меня не разрывайте. Прискою. Вы им объясните слово. Присядьте в машину. в общем-то у меня было два но вопрос к ней зачем она меня сбила хорошо и вопрос к вам у меня был почему столько времени тут было столько полицейских я стоял вот там перед ней она меня уже сбила два раза ну совершила наезд два раза совершила наезд ну с дтп совершил на меня находилась неадекватном состоянии ну как вы видели да ну я как я считаю что она была в неадекватной адекватный водитель в принципе не будет есть по тротуару и столько полицейских тут стояла от этого еще раз в общем не суть почему у меня два вопроса почему почему она столько времени находился за рулем когда я вот стоял перед машином хорошо вы ждали пока нами убьет или что если вам граждане а вам граждане объяснили ситуация никаких здесь смысле она видела меня ехала на меня но это вы не видели вам граждане сообщили дождите я приехал до снил обстановку сейчас женщины находятся в машине никуда не едет просто спокойно стоит машин что то это вам сообщали что она сделала до этого сообщали только что вот я вам сказал у меня про то то что если вам сообщили например изначально то что она уже наезжала на людей туда я пришел она сидит может сидеть спокойно в машине но у нее есть возможность влиять на органы управления и надавить ей на газ 0 секунд если сделает вы допустили того что она на протяжении тут сколько минут 20 это вся ваханалия была быть сотрудников полиции ничего не делал хотя бы так сказать не попросили выйти я это кучу может вас не было не знаю а этого забрали пьяного как раз они на это вообще статка женщины изначально не прониклила а вы же начальник участковых по идее должен прибыть участковые может составить протокол или определение возбуждения дела административного правонарушения 611 есть свидетели есть я вам сейчас сделаю я вам сейчас сделаю вы заявили свидетели доступно да давайте оформлять потому что сейчас дождемся сотрудника дпс определимся с данным фактом наезда на вас тем более мне объяснили что это все у вас зафиксировано на камере там она я тоже думаю сейчас это так знаете 611 это так самый лайт знаете потому что она тут наговорила уже на уголовные статьи чуть ли не последствий следственного комитета то есть там и клевета в отношении сотрудника полиции там и что только не было там в общем в 19-е там вообще чистое отказа предоставить документы вы отказываетесь да и отказываетесь и убежала сопротивлялась то есть я думаю это уже вспомнить мы сейчас пока вам не рассказываем все здравствуйте вы пострадали да каким образом все произошло что я не знаю я сообщил сотрудников полиции они уж там кого вызвали того вызвать соответственно я стоял примерно вот вот тут где-то это первый наезд меня соответственно так подвинули второй наезд я уже стоял где-то вот ночью ближе да и опять короче где-то минут через пять как бы все было так во вторых по требованию сотрудников полиции обязаны предъявить мне документы во первом можно снимать это вы им скажите а вы мне предоставьте документы пожалуйста давайте так применять я вас слышу я не понимаю почему она еще не в клетке потому что тут уже было и 19 3 и 318 тут что только не было она себе наговорила реально и уже надела на несколько головных статей если вы сейчас вот ее по 19 3 вытащите из машины я даже не знаю не буду сочетать я не могу им запретить я не могу им заседать я не буду садиться я не буду садиться они мне на чувствуете говорят я вас предоставлю что документы я вам сейчас ставлю не проблема ну почему они должны застоять скажите почему они должны застоять ну вы должны застоять здесь прокурор они могут здесь находиться могут снимать ну не у меня могут разговаривать у меня нет подойдите в суд подойдите на них в суд слушайте вот вы будете подавать в суд нет конечно зачем тебе я буду на таких людей такого сословия тратить свои деньги а зачем хотят поднимать вообще эту тему какую потому что не имеет права власти такого сословия которое проплачено и они за всех не получают согласен может быть будите добры на машине на машине во первых я вам хочу сказать документы я вам дам сейчас на машине вы мне дали водительское удостоверение нет давайте да на право управления дайте это самое товарищ полицейские документы мне предоставьте пожалуйста машинку я долго просто договариваю предоставьте мне пожалуйста товарищ полицейский обрадите меня от них пожалуйста полицейских? я боюсь оторвели они полежали посмотрите они не адекватные так можно скажите пожалуйста чтобы они отошли скажите пожалуйста чтобы они от меня отошли они же не правят они не имеют права я не хочу чтобы они снимают после всех этих процедур как вас зовут? еце теперь я вам мне надо после всех этих подойдите в суд договарив 사용 а тут опасно а вы считаете она представляет опасность все все мне кажется бежать надо да ладно вот это я думаю будет справедливо надо всех стоит да я думаю вот это справедливо так хорошая вот есть кого думать сейчас так кажется уедет где мы она могла 10 раз уехать зачем она к нам подъехать я не знаю я не понимаю у меня с вами она на швары включать на швары да что-то на швы она что-то на швы пытался ездить ну да наоборот как-то перевести нормально ян николаевич как вы можете пояснить возможные цели и мотивы его поступков я сказал весеннее обострение но к сожалению весна закончилась и объяснить вот это я не могу это летнее обострение у кого-то да летний видимо ей отпуск на работе не дают или чё там аааа пенсию же повысит твою ж мать и она в расстроенных чувствах давай давить людей сбили на тротуаре нет что-то был сбит на тротуаре это путин виноват я не понимаю как рифмовать но что-то такое слушай а смотри ведь если пенсию повысили есть же простой вариант жить за гос чё то есть давить кого-нибудь и тебя в колонию посадят их обычно в колонию поселения там тебе живи работай там можешь не работать меня кормить будут все нормально пансионат полный чё а вы как считаете я считаю ну что как по какому поводу именно ну как вы можете как-то хоть как-то объяснить поступки мотивы какие-то поступков ну мне кажется люди такие и называют носорогами они вот так вот упираются и все и ни туда ни сюда то есть они пытаются наказать свою неправоту до конца не знаю вот носорог а как вы считаете вот тут иностранные иностранные болельщики вот это все видели да как вы считаете это положительный образ россии пропагандирует или все-таки я думаю положить потому что они видят что есть какая-то активность людей и граждан которые занимаются каким-то делом то есть значит есть какие-то подвижные общества к наведению порядка а само большое количество машин на тротуаре ну и думаю да они заметили что тут есть проблема ну я не знаю что будем решать как-то этот вопрос спасибо руль в праве вы выключите а то сейчас у полицейских наедете руль вправо обеспечивает беспрекастный проезд надо фары включить а то есть мы нормально 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 нет написали заявление да вас ставить можно недавно вы здесь боретесь 6 вечера 6 вечера вы в той стороне здесь вас нету понимаете нет на самом деле меня вызвало с той стороне я туда приехал разогнал всех таксистов двоих поймал наставил я бы еще раз я вас увижу здесь меня не на себе приезжайте заставлять постоянно а кто мне пояснит почему ее вообще отпустили ну типа ее штрафовали и надо бы снисходить к нам к женщинам это как каток это пространство а там отпустили да да отпустили ее потому что инспектор просил ее простить вы все были правы типа готовы простить она там мозг вынесла оскорбляла мусорила по тротуару ездила она же теперь поняла осознала и она говорит вы больше не будете ездить по тротуару а я не ездила по тротуару вы видите она же не понимает что она просто сотворила да ее неотративность наказания нужна по любому ни хрена она говорит пускай езжает нормально ладно инспектор тоже был звездой у нас на три метра отойти тмо три метра отойти просто в буфе было четыре метра отойти чмо а этот тмо три метра отойти а вы не знаете почему гражданку отпустили нет я не знаю я не знаю фамилию не помню сказал что пускай она уедет потому что на нее уже какой-то протокол до этого составили все а то что все остальное еще сто раз она каталась и уходила заходила парковалась это ерунда потому что надо к женщине относиться и как водить туда к женщине а вы не знаете почему гражданку отпустили? нет мне не понятно опять таки на основании того что она женщина видимо имейте уважение будьте мужчинами видимо у нас женщины не подлежат административной ответственности либо имеют какие-то смягчающие обстоятельства ну не знаю вот так вот поступили сотрудники полиции я думаю что неверно все хочу записать почему женщину отпустили там? потому что женщину отпустили просто потому что женщина знаешь женщина можно все? она мать сестра может быть даже жена кому-то а мы тут 4 часа нервировали ее может быть теперь она поймет и перестанет алё алё государственная и больше не будет нарушать надеюсь потому что если будет и еще раз 4 часа и погибли однако принуждение данной гражданке к нормальному поведению по моему не принесло никаких результатов и из этой ситуации она выехала считая себя правой во всем во всем а мы с ее слов являемся хулиганами провокаторами безработными грязными людьми бомжами бомжами хотя в отношении нас ничего не было составлено никаких административных материалов а в отношении нее и за неправильную парковку и за то что она мусорит 181 КОА а составили материал написано заявление мне сотрудники полиции обещали что ее обязательно привлекут в соответствии с законом и наезд на пешеходы и оскорбление и нападение применение физической силы по отношению к гражданам применение физической силы по отношению к сотруднику полиции и вот такое женщина ну я конечно понимаю она эмоциональная очень может быть она пересмотрит там впоследствии свое поведение ну вот я считаю что подобное поведение конечно ее не красит ну как то так спасибо спасибо спасибо